Меня зовут Станислав и я работаю в компании Аренодата. Кто-нибудь знает компанию Аренодата? Это же не Авито, да? Ее не так много знают, но зато у нас есть небольшой поинт, вы видели такой кружочек, это что-то рядом с данными и наша компания занимается, сам себя слышу, занимается разработкой аналитических платформ, аналитических СУБД и в целом, если вы найдете какой-то отчет такой отраслевой по аналитическим базам данного, вы увидите, что мы там лидеры и наши СУБД и наши аналитические платформы в, наверное, большинства крупных банках существуют, может быть только Сберу имеет свою платформу, но в целом все остальные банки пользуются во многом нашей платформе и другие организации, техпром, ритейл, все. Поэтому мы довольно-таки хороши в этом деле. И, естественно, мы смотрим вперед, мы занимаемся инновациями, такой, одной из такой инноваций является машинное обучение, искусственный интеллект. И сегодня я как раз поговорю про эксперимент, секция же называется эксперимент в области искусственного интеллекта. И этот эксперимент связан с большими языковыми моделями. большие языковые модели. Кстати, я вот думал, чем вас еще заинтересовать и подумал, что кто-то, может быть, мечтает о стартапе каком-то. И вот в принципе этот эксперимент, он вырос из простого такого исследования, из простого эксперимента в некоторый продукт. Продукт, который вполне возможно станет достаточно эффективным с экономической точки зрения. Итак, искусственный интеллект вокруг данных. И для того, чтобы начать любое исследование, для того, чтобы оно было успешное, интересное и эффективное, нужно изучить рынок. Так мы и сделали. Сначала мы обратились к терадата. Кто не знает, что такое терадата, это такой большой производитель, монстр, MPP-систем, очень крупная компания. И мы изучили, а что там с искусственным интеллектом у терадата. И, к сожалению, увидели, что ничего, собственно говоря, существенного. В целом, как и у нас когда-то на старте. Что имеется в виду? Терадата говорит, терадата участвует как катализатор искусственного интеллекта. То есть они говорят, у нас есть данные, мы можем легко интегрироваться с Amazon, WS, мы можем с Asia интегрироваться, отдадим вам данные, а там выбираете любой другой механизм и тренируете, изготавливаете свои AI-продукты. Не очень, но окей, это рынок, это тоже неплохой результат. Следующим у нас таким исследованием было исследование Oracle. И Oracle это такая более крупная компания, вообще это, наверное, лидер в системах управления баз данных. И здесь, конечно, все намного бодрее. У Oracle есть продукты, которые делают анализ текста и делают какую-то выжимку, очень полезная штука. Может переводить естественный текст в SQL, тоже это довольно-таки это понятный рынку продукт. По их событиям. То есть, в принципе, Oracle-то не разочаровал. Здесь с Oracle все понятно, они дают такой хороший пакет и, в принципе, можно было на него ориентироваться. Идем дальше. Databricks. Databricks это очень сейчас такая хайповая компания в области больших данных и ML. Это основатели Spark. Кто не знает, что такое Spark, это такой фреймворк в области вычисления больших данных. И вот они сделали эту компанию. Это, по сути дела, стартап. Ему может быть лет 10-15. Они сейчас добились огромных успехов и на рынке, и с точки зрения капитализации. И, в принципе, их бизнес всегда был где-то на фронте исследований. И, конечно же, у них тут тоже все очень, в принципе, неплохо. Они готовят… Но они выбрали такую инфраструктуру для подготовки моделей машинного обучения и AI-инструментов. То есть они предлагают платформу, для которой вы можете изучать AI-инструменты. Они предлагают фреймворки, библиотеки, какой-то такой дополнительный функционал к ним. В принципе, тоже хорошая понятная история. Что мы подумали? Ну, окей. А почему никто не предлагает такой продукт, например, как миграция с одного решения на другое? Миграция хотя бы кода или, как пример, SQL-диалекта? Это, наверное… Хотя на самом деле многие из них очень бьются за заказчиков, и у них есть отдельные методички, как перейти с одного решения на другого, как Databricks. У них есть методичка, как перейти с Hadoop на Databricks. Но вот этого нет. А нам это интересно. Нам это интересно, хотя бы потому, что вы знаете, что многие западные вендоры, да практически все крупные западные вендоры ушли из России. То есть некоторые прямо вот так вот кран обрубили, выключили электричество и больше не поддерживают, некоторые заблокировали облако. И в целом сейчас общий тренд – это миграция с западных технологий на российские. Поэтому нам это интересно, и мы решили открыть этот ящик Пандоры. Почему? Потому что, наверное, это такая боль для России, и в принципе это полезная вещь. Таким образом, мы решили создать свой продукт и сделать свой эксперимент в области миграции SQL-диалекта, кода с одной СОБД на другую. Давайте для начала я вам скажу, что значит миграция. Тут же не все занимаются миграции, не все, в общем-то, скорее всего, в рамках СОБД существуют. Вот представьте, вы большая компания, например, даже у Авито я смотрел, да, у вас есть дата-платформа. Дата-платформа. Это может быть, и, кстати, у Авито там как раз есть одно из решений, вертика, это тоже одна из западных платформ. И все вот эти продукты, которые вы видите, информационный там поиск сообщений, поиск объявлений, это все идет через СОБД, через логику, через логику, через код, который написан в системе управления базой данных. Это может быть вертика, это может Microsoft SQL Server, это может быть Oracle. И вот эта логика, это сотни тысяч строк кода, нехранимых процедур, сотни тысяч строк SQL. Так вот, когда какой-то компании приходится уходить от этого решения, либо это блокирование и санкции, либо это просто-напросто достаточно старая технология, ну, с нее просто пора связать, потому что масштабирование вертикальное, это какие-то сумасшедшие деньги стоят. То есть это все миллионы, миллион долларов, ну, в рублях там десятки, миллионы, сотни миллионов рублей у крупных компаний. Это очень большие суммы. Так вот, миграция, перевод этого кода, это самая болезненная часть и она самая дорогая. То есть это очень дорого. Я надеюсь, объяснил, почему это важно. Но есть такой нюанс. Миграция, перевод кода из одного диалекта в другой, она очень похожа на перевод с одного языка на другой язык. А перевод с одного языка на другой язык, это то, чем занимались как раз большие языковые модели в самом начале. То есть это то, с чего выстрелили большие языковые модели. Поэтому в принципе нам понятно было, что это должно бы сработать. То есть перевести с одного, это было бы здорово. К тому же доля простых запросов, как оказалось, это 30-90%. То есть 30-90% кода это достаточно простой код, скажем так. А объем трудозатрат. Мы посчитали, что даже если мы сможем сократить, уменьшить 10%, 50%, то это будет очень неплохо. Так вот, объем миграции на маленькие запросы, даже самые простые, это от 10 до 50%. Это, в общем, понятное целеполагание, понятное ожидание и понятное KPI, скажем так. Наши цели, цели этого продукта. Ожидания. Какие были ожидания у нас от прототипа? Ну, во-первых, это то, чтобы мы хотя бы могли самые простые вот эти вот 50-30% кода переписать. Это было бы уже неплохо. Остальное пусть там аналитики допишут руками. И то очень серьезная экономия. Продукт должен включать в себя, естественно, автопроверку. То есть никто не должен потом проверять за большой языковой моделью. Это, понятное дело, автоматизация без автопроверки – это довольно-таки сложная ситуация. Ну и, конечно, по минимуму мы хотели бы достигнуть конверсии где-то 10%. Если бы мы перевели 10% кода, это было бы уже неплохо. Это были бы уже неплохие деньги, где-то там миллионы, миллионы. В общем, неплохо было бы. Идем дальше. И мы начали наш эксперимент. Мы взяли базу данных Oracle, загрузили ее данными, создали некоторую выборку простых запросов, получили результат, взяли эти запросы, провели через наш инструмент на основе больших языковых моделей, получили в результате код запросов, применимый к нашему продукту. Это арендата DB, это наша MPP с OBD, массивная параллельность с OBD, большая как раз основа хранилищ для большинства организаций. Загрузили туда и получили конверсию 90% на простом коде. Это гораздо больше, чем 10, как вы можете понимать. То есть, в принципе, понятное дело, что мы были достаточно вдушевлены таким результатом. То есть 90% простого кода мы перевели очень просто и непринужденно. Создали другие запросы, более сложные. Ну, тут три написано, на самом деле их там было потом больше и сейчас уже гораздо больше. С учетом рекурсий, каких-то сложных оборотов, то есть язык скилл достаточно сложный может быть. Машина выдала, инструмент выдал, уже совсем другие запросы, но некоторые из них, вот тут один из трех, а так, в принципе, сейчас около 30% тяжелых, самых сложных тоже работают. И это, в принципе, неплохо. Мы сделали выборку, которая наиболее похожа, репрезентативную выборку к типичному такому коду внутри с OBD и получили конверсию около 70%. 70% конверсии – это очень неплохо. Вам все компании, в голове, у которых сейчас миграция и боль переезда с одного решения на другого, скажут большое спасибо. Бюджеты на миграцию, они лежат где-то от 50 миллионов и выше. У крупных компаний это очень большие бюджеты. Поэтому это получилась отличная идея. Этот эксперимент выстрелил, в принципе, и мы решили создавать продукт. Это, кстати, к началу, к тому, что ищите свои продукты как стартап внутри стартапа, внутри нашей компании. Мы создали некоторый такой продукт, Uniform, Arena Data Enterprise SQL Uniform. И, собственно говоря, это наш продукт. Чтобы сделать вообще продукт и продуктивизация, она такая довольно-таки скучная на самом деле. Нужно сделать документацию, нужно подумать о безопасности, нужно какие-то подключить партнера. В данном случае мы, например, используем и партнерские большие языковые модели. А в целом большие языковые модели – это очень дорогая вещь, скажем так. Обучение большой языковой модели – это часто, по-моему, сотни миллионов долларов. И большинство больших языковых моделей open-source идут к нам из-за рубежа. Спасибо им, они в этом нам на самом деле помогают. У нас есть партнер МТС, он тоже готовит большую языковую модель, и мы можем использовать и ее, можем использовать open-source продукты. То есть вот вам лайфхак, ищите в open-source продукты, которые помогут вам для того, чтобы реализовать свой какой-то стартап, свою идею. В целом сейчас мы уже поддерживаем два решения, с которых можем мигрировать, и это достаточно популярные решения Microsoft и Oracle. Целевая у нас система – это наша суббидиаренда, очень популярная в России, наверное, одна из самых популярных КХД уровня предприятия. Хороший продукт. Здесь не такая функциональная архитектура. В принципе, конечно, она более интересна любителям архитектур. Это дата-инженеры, архитекторы. Ну окей, вот смотрите, как обычно выглядит функциональная архитектура. Даже те, кто пришел сюда в первый раз. Довольно-таки просто, уныло и не очень интересно. Но я расскажу тут, что нарисован. Здесь есть суббиди-источник, здесь есть наш продукт, наша модель данных, которая переводит код в суббиди-приемник, используя большие таковые модели, которые мы берем как из open-source, так и с наших партнеров, например, компанией МТС. Идем дальше. Это типовая диаграмма развертывания, тоже один из элементов подготовки любого программного продукта. Надо делать такую штуку. Здесь мы имеем это суббиди, который мы мигрируем, наш сервер, целевую суббиди и внешние модели. В самом начале я говорил, что не хотели бы, чтобы этот продукт был очень громоздким, потому что языковая модель это здорово, но когда вы им пользуетесь, вы должны понимать, что там под капотом дорогучий сервер с дорогущими картами V100, NVIDIA. Почему NVIDIA одна из таких дорогих компаний, которые наиболее бурно развиваются? Потому что их карты стоят очень много, сервера стоят очень много и inference, то есть вывод модели, когда она вам отвечает на вопрос, это требует очень дорогого оборудования. Поэтому мне иногда, когда я пользуюсь чатом GPT, это вообще страшно, какие там мощности работают на всех нас, иногда бесплатно. Очень много денег у иностранцев. У наших партнеров-интеграторов не так много денег, поэтому одна из задач как раз была сделать довольно скромное по техническому наполнению решение. То есть чтобы оно в идеале вообще работало на ноутбуке, у кого-то в принципе есть такой ноутбук, наверное, это, наверное, МАК, кстати, может потянуть приблизительно такое. Но в целом, чтобы они могли это развивать на какой-то виртуальной машине небольшой и использовать это у себя. Это получилось, как вы видите. Мы тут немножко хорошо так ужались. Ужались за счет квантизации. То есть это такой, знаете, хитрый трюк, когда вы упрощаете модель, но в принципе не очень сильно теряете в качестве. Квантизация выглядит в виде обрезки перевода чисел длинных, вот таких вот с плавающей точкой. Их называют в информационных технологиях float. В простые числа int, например, которые коротенькие, без плавающей точки, без мантисы такой вот этой длинной. По-моему, мантисы называется. И это проще для машины. Это проще для CPU. Можно использовать CPU. Это меньше занимает памяти и позволяет существенно сэкономить на работе больших языковых моделей. Тоже один из таких хитрых трюков, которые мы применили. В общем, это получился очень неплохой продукт, который сейчас мы предлагаем в рамках консалтинга нашим заказчикам. Но в целом это нас вдохновило на другие эксперименты. И сейчас мы сформировали некоторую дорожную карту. И у нас есть ряд других экспериментов. Вот они сейчас на слайде. Я их коротко расскажу. Это чат-бот, во-первых. Кому-то может быть интересно. Чат-бот на основе AI – это очень неплохая подмога внутри любой компании. То есть вы обучаете большую языковую модель на ваш домен знаний, то есть именно на вашу какую-то там внутреннюю документацию, на ваш внутренний код. И уже она лучше знает, что выдать по определенному запросу. У нас это частая история, когда в чате кто-то спрашивает, а как это сделать? А это уже несколько раз спрашивали. И в целом мы надеемся, что на этот вопрос в будущем будет отвечать большая языковая модель. Внешний продукт, то есть это AI-генератор отчетов, который мы видели, например, в Oracle. Он, в принципе, вся эта история с генераторными отчетами, которые преобразуют естественный запрос в код на языке SQL и выдают вам результат, это сейчас находится на старте, наверное. Ни у кого еще таких супер работающих вещей нету, но в эту сторону мы смотрим, потому что, конечно, здорово, когда вы можете сказать, а скажи-ка мне, пожалуйста, какой из моих заказчиков принес в этой неделе наибольший доход, например. Ну, что-то такое. И он вам выдаст, агент даст, генерирует SQL-код, который полетит в базу данных и выдаст вам уже готовые данные. Я говорил много про перевод кода. В принципе, у нас есть такие свои решения отечественные, и мы, конечно, работаем над тем, чтобы перевести код и в эти отечественные решения. То есть это, как правило, решение NIFI, оно основано на Open Source, но оно позволяет строить вот эти процедуры преобразования данных в виде каких-то кубиков понятных, и это может делать практически любой человек, даже не программист. Это очень такой демократический продукт в этой области, демократичный. И, конечно, анализ документов внутри документальных баз данных, выжимка и резюме – это то, куда мы тоже смотрим в наших экспериментах с большими языковыми моделями. В целом мы хотим построить компанию, что называется AI-ready. То есть это компания, подготовленная для использования искусственным интеллектом. Не человеком, а искусственным интеллектом. Задача какая? Задача в том, чтобы искусственный интеллект мог делать те же функции, проделывать те же вещи, которые сейчас делает у нас человек. Это делать запросы в базу данных, администрировать базу данных, разворачивать наши продукты, ну и, конечно, проводить какой-то консалтинг. Это вот такая история, которая ждет нас впереди. Резюмируя, я сегодня рассказал вам, как некоторый маленький эксперимент привел к появлению интересного продукта. Вам это на заметку может быть что-то такое придумать в области больших языковых моделей. В целом я все.